Добрый день! Добрый день! В 2007 году с их песней «С друзьями» Алексей Жигалкович выиграл детское Евровидение в Роттердаме. В 2011 Анастасия Винникова с композицией «Майя Беларусь» представляла страну на взрослом Евровидении, заняв 14 место в полуфинале. Евгений – обладатель медали Франциска Скорины. Дуэт Аура – лауреат премии за духовное возрождение. Юлия и Евгений воспитывают двоих сыновей. Я только что обратила внимание, что с певицей Аленой Ланской у вас есть кое-что общее в биографии. Ее тоже в свое время как-то не плестило, не захотелось заниматься банковским делом. Ну, как бы спугнула, так скажем, рутина бумажная, вот вся эта скукота бумажной волокиты. У вас такая же история? Да нет, ну вы просто так, это, Алена пришла к нам в студию в 2005 году, и ее отказ от вот этой вот карьеры, это происходило на моих глазах. По-моему, мы там даже совместно какую-то курсовую ей писали. В общем, было прикольно, да. Любопытные подробности. Да, да. Жень, мы вначале обсуждаем с гостями парочку новостей. И вот, листая Facebook, я смотрю, что очень многие обсуждают интервью Светланы Тихановской с Гордоном. И среди, можешь посмотреть на экран, комментариев прочитала такой, что это княгиня Беларуси, что это Елизавета наша, принцесса Диана, сильная и смелая, слава княгине. Ну, уже такой религиозный экстаз, по-моему. Я посмотрел и интервью, и я посмотрел где-то штук 200 первых комментариев, ну, по количеству лайков под этим интервью. Да, там полпроцента критических, остальные такие, да, очень набожные. Ну, как вот сохранять голову холодной, отстаивая своего лидера? Можешь дать несколько советов? Ну, я могу дать несколько советов для тех, кто анализирует вот этот вот поток информации, просто переходить чуть дальше, чем на один клик, да. То есть можно посмотреть источники этих комментариев. То есть я не поленился, там, кликнул на этих пользователей, но многие из них пустые страницы. Я не утверждаю, что там все боты, я просто знаю, например, какой хейт идет, когда мы что-то делаем с тех же страниц. И я точно знаю, что живых людей, которые там испытывают яркую ненависть к сторонникам Лукашенко, или наоборот, тех, которые испытывают такое вот почти раболепие перед альтернативными лидерами, живых людей среди них очень мало. Ну, по моим наблюдениям, все-таки большая часть белорусов, как была политичной, так и осталась. Вот. То есть просто поднялось движение ярких сторонников президента в ответ на вот эти вот события, которые происходили в августе. То есть, как по мне, так белорусы вот до сих пор надеются, что вот придет когда-то утро 9 августа и все вернется вот в то время, до вот 9 августа. То есть об этом и президент говорил, вот. Ну, он сказал, что как было, не будет. Вот. Ну, не будет, это, я так понимаю, речь идет о том, что эмоционально все равно уже ничего не вернуть. Но мечтой белорусов, как по мне, все равно является возвращение в то время. Сегодня в Беларуси отмечают День милиции. Мы поздравляем по случаю всех причастных. Вы написали недавно песню, посвященную спецподразделению «Алмаз». Да. Давайте послушаем небольшой отрывок. Кто, если не мы, векло в самый ад? Кто, если не мы, сила в правде, брат? И не важно, кто против нас, важно лишь то, кто рядом. Кто, если не мы, это наша жизнь. Кто, если не мы, брат, давай держись. Если в деле Алмаз, то все будет как надо. В фейсбуке вы ее очень так забавно проанонсировали. Удалитесь из друзей сами, кто испытывает дискомфорт, слушая эту песню. Нет ли тут с вашей стороны, ну, так скажем, навязывания своих, о своей точке зрения? Нет. Моя страница, это же, ну, это сейчас, я слышал, что принимаются какие-то законы, что страница больше трех тысяч, по-моему, в России, да, это уже СМИ. Больше трех тысяч подписчиков. По-моему, это все-таки правильно, но я это рассматриваю, свою страницу, как личное пространство своего общения. И у меня есть такая рубрика, периодически она возникает, то есть там к 9 мая очень много там начинается голосов, что типа, какое девятое, восьмое. Ну, и я лет пять назад придумал такую рубрику, типа, удалитесь, пожалуйста, сами, чтобы не портить отношения, чтобы не говорить друг другу оскорбления. Те, кто. Ну, и там периодически возникают разные поводы. Те, кто не считает 9 мая праздником, считает там восьмое. Те, кто там называет милиционеров ментами. Те, кто не считает президента Лукашенко законным. Ну, ты следишь, много удалились? Ну, удаляется много, но прибавляется еще больше. Все равно пять тысяч как висело, так и висит. В одном из недавних интервью вы с Юлей говорили, что никто из переобувшихся артистов, вот никто вас не удивил. Но меня вот некоторые удивили. Нет, я сказал никто? Да. Прям никто? Да. Ну, я соврал, удивили. Вот, я не помню, чтобы я так радикально говорил, я, может, сказал почти никто, вот. Но на самом деле были несколько артистов, ну, которые, как мне показалось, ну, все-таки, ну, наверное, всю страну... Я не хочу их пиарить. Зачем? Я вообще... Вот сейчас мы обсудили вот эту девушку, которая сейчас там вещает интервью всякие. Вот мне кажется, что это плохо вообще. Их пиарить ты имеешь? Мне кажется, что если не называть их имена в таком количестве в государственных СМИ, то они их забудут намного быстрее. Как ты считаешь? Нет, я так не считаю, Жень. Я считаю, что нужно все обсуждать. Если мы будем замалчивать, мы будем опять избегать проблем. Как бы. Так мне кажется, как раз вот проблем они не создают. Они создают вот видимость своей активности тем, что мы их все обсуждаем, нет? Ну, а как прецедент того, что такое оказывается возможно. А, нет, ну такое оказывается возможно. Ну, да, когда люди голосуют за человека, который вообще сам лично говорит, что не хочет стать президентом, что вообще ничего в этом не понимает, такое оказывается возможно, да. Который еще вообще ничего не сделал, просто вот ничего. Да нет, ну ладно, если человек сам хотя бы про себя говорит, я талантливый, я могу, я все такое. А тут человек открытым текстом говорит, я вообще, все, никак, у меня не складываются там нейроны в связи, никакие не замыкаются, я не могу. И бах, и люди идут и голосуют, и вот такие комментарии пишут. Ну, мне это непонятно. Быть за или против в рамках закона, это совершенно нормально. Нормально. При этом ссылайтесь на политолога Дюверже, который предположил, что любая выборная мажоритарная система в итоге всегда разваливается на двупартийную. На двупартийную. Да, исходя из этого посыла, вот сейчас в Беларуси соперничают две партии, и как бы вы их определили? Это же всегда вот за-против, за-против, да? То есть, мне кажется, что, ой, боже, я всегда сам был против, чтобы артисты открывали рот про какие-то такие значимые вещи. Ну ладно, у себя там на странице, но сейчас в эфире госканала... Ну ладно, на странице, во-первых, мы только что выяснили, что твоя страница, это почти СМИ по российским законам. Ну хорошо, ладно, хорошо. Во-вторых, ты экономист по образованию, можешь что-нибудь... Экономист, могу про политологию поговорить. Ну хорошо, где-то Шпаковский поржал. Саша, привет. Ладно, я порассуждаю про политологию. То есть, мне кажется, что, в принципе, оппозиция – это неотъемлемая часть любого государства, как движитель, таблетка против сна. То есть, когда есть оппозиция, которая действует в рамках закона, которая там ходит везде, тыкает власть, там, вот, смотрите, здесь не доделали, здесь не доделали. И это реальный сигнал о том, что можно сделать лучше. На мой взгляд, это, ну, просто круто. Вот, но когда оппозиция там... Я просто слежу... Ладно, подтолкнул за Евровидением. Когда они просто, ну, прыгают от счастья, что, там, Беларусь лишили чемпионата мира Европы. Мира. Мира по хоккею. Ура! Там, Беларусь сейчас вот-вот лишат Евровидения. Ура! Наложили санкции на всех белорусов. Ура! Ну, по-моему, это, ну, в чистой воды какой-то экстремизм. Ну, я не знаю, может, мое заявление в эфире госканала будет не так воспринято. То есть эти две партии ты называешь... Те, кто за власть и те, кто против власти. Понятно. Вот, ну, против власти, ну, за государство, за народ. Вот, то есть, на мой взгляд, такая система, ну, в принципе, ну, это нормально. То есть не бывает, там, артистов, которые нравятся всем. Не бывает власти, которая нравится всем. Но, если ты против, ты, ну, во-первых, указывай власти, что она делает не так, чтобы они исправились. И, второе, ну, если власть не может, делай сам, чтобы завоевать больше сторонников. Видишь, мы с тобой пришли к тому, что все-таки говорить и обсуждать шпильки от оппозиции в бок нужно, потому что... Ну, если это конструктивно. А если они начинают заявлять о том, что нам нужно вводить санкции, и Европа должна вводить санкции... О, у меня один сторонник появился. Хорошо. Если человек, который призывает к тому, чтобы ввели санкции против его страны, он должен прекрасно осознавать, что, в первую очередь, пострадают простые люди. Мы должны объяснять простым людям, что они пострадают, понимаете? Как я это вижу? Ну, им скорее объясняют, что это вот власть не доработала. Ну, то есть, тут же понятно, что манипуляции на манипуляции и манипуляции погоняют. Нашу революцию эту, как, а может, и не революцию, мятеж, как только не называли, бунтом сытых. И, ну, у тебя самое удачное определение – это внутренних демонов. Да. Могу, знаешь, почему с тобой согласиться? Потому что задолго до этой всей ситуации мне писал продюсер, который сейчас эмигрировал о том, как мы все плохо выглядим, какие мы колхозники, какие мы застабилы, еще что-то там было. Плохо одеваемся. Ну, в общем, это… Ну, он же вообще модель, как из лица, как из роста, понимаешь? Да. Так вот, таких неудовлетворенных людей, как мне кажется, вот эта пытающаяся новая власть, да, завоевать позиции власти, вот эти новые управленцы, они их и как бы обращают в свою веру. Ты согласишься с этим? Да, это однозначно. И больше того, когда… Ну, смотри, я сейчас буду говорить про Украину, и сразу отвечу тем, которые скажут, «Опять про Украину, при чем тут Украина?» Вот при том же, при чем вот здесь Сингапур, который вот постоянно, типа, вот в Сингапуре произошло, типа, и стало лучше. А чего вы, типа, не считаете, что у нас вот произойдет какие-то революционные изменения и станет лучше? Так вот, при том, при чем к Беларуси Сингапур, все-таки ближе, при чем к Беларуси Украина? Вот я этот вопрос снимаю раз и навсегда, почему я буду говорить вот про нашу соседку. Очень драматично протекал первый год после революции гидности в Украине с маканием староверов в мусорные бачки, там, с убийствами писателей несогласных, Олег Бузина, да, вот. И тогда вот все наши политологи, доморощенные в Фейсбуке, писали, «Не, не, не, Беларусь мудрее, Беларусь все по-другому». Ничего оказалось не мудрее, все оказалось еще хуже. Вот, если в Украине, ну, я просто знаю, у меня по фамилии, наверное, можно определить украинские корни, вот, очень много родственников под Киевом и в Киеве живет. Ну, когда реально вот, ну, за газ приходят жировки, которые, ну, не покрываются пенсией, да, в Беларуси, ну, не Швейцария, ну, что мы, ну, как бы, мы же не будем, там, говорить, что там Швейцария, но в Беларуси все-таки такого нет. Ну, люди, в целом, да и... Ну, у нас были экономисты, и они говорили, что на индекс Джинни, если обратить внимание, то мы выглядим даже на фоне европейских стран очень даже неплохо. Да, тут же надо понимать, что, ну, большие доходы, почему у людей? То есть, потому что, там, булочник привык получать за свои батоны много, продавать свои батоны, там, электрику, да, которые за свои услуги тоже получают много. То есть, ну, просто объем денег в экономике, ну, как бы, больше, да, у нас он меньше. Ну, то есть, каким-то образом так получилось исторически. Я уже, честно говоря, даже не помню, мы все это проходили в экономическом университете, все это рассказывали. Вот. Ну, одной из причин является то, что у нас, как бы, нет печатного станка, вот этой вот долларовой системы, к которой привязались там в 70-е годы. То есть, там много-много факторов. Это все не сказки, это все реально существует. Что вот есть механизмы сдерживания государств. Причем механизмы, находящиеся в руках одной страны. Ну, или группы стран под, там, лидерством одной страны. И, конечно, у нас такого нет. Вот. У нас, ну, вышли на улицу люди, которые, ну, реально, ну, как сказать, либо наивно верили. То есть, у нас очень много наших коллег, ну, выходило просто кофе попить, потусоваться в летние дни. Либо, как мы уже с тобой... Либо, да, обижены. Они обижены тем, что мы не так выглядим, что мы колхозники из-за стабилы. Вот это меня, как бы, больше всего смущает. А что именно тебя смущает? Ничего, что я задаю вопрос? Нет, я люблю, когда у нас гости задают вопрос. Меня смущает, что в какой момент они почувствовали себя избранными? Не такими, как все остальные. Возвысились над другими. Какими-то элитарными. Мне кажется, тут, ну, дворян-то особо и не было последние 200 лет, чтобы вот так вот... Слушай, ну, я понял, да, к чему ты ведешь. Наивное предположение, что все-таки корнем ко всему этому является Голливуд. Голливуд как макет мирового образа жизни, созданный в начале 20 века, да, и создавший непоколебимую картину, как должны выглядеть стильные, успешные, правильные люди. Если человек в эту концепцию не вписывается, то он, соответственно, клеймится... Ну, то есть, я вообще считаю, Голливуд самым сильным оружием, созданным Соединенными Штатами Америки. Вот. И здесь я включаю сюда. И музыку, созданную Лос-Анджелесскими лейблами, да, и фильмы. И вот этот вот образ жизни, который, в принципе, ну, мало чего общего имеет с настоящим американским образом жизни. А я купил себе там айфон, у меня там, что там у него было, X5, по-моему, да. Вот. Значит, я круче вас, кто ездит на общественном транспорте. То есть это... Может, люди этого и не осознавали, когда все это создавали, но сработало это именно так. Вот мне так кажется. Евгения, вот вас нельзя назвать конформистом, да? Вот вы постоянно... Но много лет отстаиваете свою точку зрения на всех доступных вам площадках. В 2014 году, да? Да. Например, система отбора на Евровидение. Вы даже предлагали ввести какое-то новое музыкальное движение национальное по типу шведского мелоди фестивален. Да. Классная тема. Да. А также пересмотреть оплату труда наших музыкантов на госконцертах. Давно это было. Сейчас уже критика в прошлом, сейчас не до меня. Нет, нет, я про оплату труда. Все-таки до меня в процессе работы, слава богу, доходят какие-то вещи. Ну, мудрые друзья советуют. С властью мы общаемся, потому что у людей, находящихся в культуре во власти, своя точка зрения, которая тоже интересная, вот она не совпадает с нашей, но с частной точкой зрения. То есть мы ИПшники. Есть понятие служения народу. То есть наши театралы, все оперники, купаловцы, они служат. То есть у них даже нет такого глагола «работать». То есть я служу в театре. И это, на самом деле, приношение себя в жертву. То есть у тебя есть зарплата, и ты каждый вечер встречаешься с массовым белорусским зрителем для того, чтобы поднимать их культурный уровень. А есть такие выскочки, как вот мы, частники, которые захотели доказать всему миру или какому-то обществу поменьше, что мы лучше. То есть ясное дело, что подходы у нас разные к служению. То есть у нас мы все-таки такие больше рвачи. То есть сделать песню, пропиариться, больше просмотров, миллион просмотров. А государственная система культуры все-таки направлена на повышение культурного уровня людей. И вот насчет оплаты. Сейчас у меня позиция такая, что если нас приглашают работать в государственный концерт, значит нас рассмотрели что-то, что оно приподнимет культурный уровень людей выше. Но это не имеет отношения к тому, что мы сами можем, как артисты, реализовывать себя в сфере пиара для того, чтобы получать миллионы просмотров. А насчет «Мелодий фестивален», знаете, уникальная ситуация состоит в том, и тут уже, конечно, реверансы Белкин радиокомпании, что мы это обсуждаем на канале Белкин радиокомпании. Потому что раньше это было невозможно. У нас было очень много конфликтов из-за того, что я высказывался про Евровидение. Но, слава богу, я говорю, все течет, все меняется. И то, что ты говоришь, все шпильки выводятся в поле обсуждения, это очень приятно. «Аура» восхищает нас своим упорством. Коллектив в одиннадцатый раз в этом году подает свою заявку на Евровидение. Предыдущие десять попыток, вопреки многочисленным слухам, что «Аура» точно поедет, не увенчались успехом. Сегодня дуэт штурмует Евросонг с песней на мове «Свет, живе, каханем». Прослушаем фрагмент. «Свет, живе, каханем». Коли скончатся спрэшки, да стихнут сговорки. Коли сгасни, опошни, мобильный агентчик. Ты убаджишь, як зяять соправдные зорки. А сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим после небольшой паузы. Напоминаю, у нас есть свой телеграм-канал, так и называется «Скажи, не молчи». Там вы можете оставлять свои комментарии, обсуждать наши выпуски и предлагать гостей, которых вы хотели бы видеть в нашей студии. В эфире программа «Скажи, не молчи» и наш гость, продюсер и композитор, лидер группы «Аура» Евгений Олейник. Женя. Привет. Привет, привет еще раз. Не могли поклонники горячей группы твоей не заметить трансформации, которая произошла с вами за 15 лет, что я имею в виду? Вы начинали с хитов, которые от западных отличить было невозможно. И прям вот это была фишка ваша. Ты прям, я помню, гордился, говорил, а? Вот все спрашивают там, типа, кто это написал. Давайте послушаем, напомним нашим зрителям, с чего все начиналось. Субтитры создавал DimaTorzok И вдруг резкий разворот в сторону песен на мове или патриотических? Не, ну смотри, там среди всего этого евробезумия, которое нас сопровождало первые годы нашего творчества, можно было разглядеть такие песни, как «Ночью накупали» и так скучало. Это вот 2007-2008 год. То есть, ну, я как баянист, Юля как выходец из народного коллектива «Зорочка». Всегда, конечно, это в нас было. А то, о чем мы говорим, никуда от нас не ушло. Просто так получилось, что баланс сместился. То ли с возрастом, то ли, ну, зрители нас подтолкнули. Ну, ты мог бы написать хит, как у Билли Алиш, там, или Мертон, да, ведь сейчас? Да, да. Что сдерживает? Сдерживает. Вот вы как будто подслушали вот нашу недавнюю встречу там с одними артистами, которые били себя в грудь и говорили, что в Беларуси надо развивать англоязычную музыку, там, все такое. Сдерживает отсутствие спроса. Вот Вика правильно говорит, что мы так гордились, что никто не верит, что это мы, белорусы. Вот это на первую... А ну, знаешь, год никто не верит, два никто не верит, пять никто не верит, десять никто не верит. И уже как бы надоедает людям объяснять. Так это же мы! Это же мы, ребята! Вот. Поэтому все-таки экономическое взяло свое. И я вспомнил о том, что спрос диктуется предложением, а предложение спросом. И объяснил для себя это не тем, что все вокруг не понимают, а тем, что я делаю что-то не так. У вас был опыт работы в Бахрейне продюсером? Ой, много где, да. В Китае вы писали песни на заказ. Вот это Бахрейн, да, если я не ошибаюсь? Евгений похож на Леонарда Дикаприя, утверждают его поклонники. О боже, вон, кстати, Юля. В Китае вы писали песни на заказ. И можете сказать, чем отличается белорусский шоу-бизнес, скажем, от китайского? И можно ли сказать так, что вот этот китайский, собственно говоря, опыт вас немножко... Вообще заграничный даже опыт вас немножко перепахал и развернул в сторону Белоруссии и в сторону патриотизма? Нет, не в сторону Белоруссии, патриотизма это всегда было. Я рос в семье фронтовика, мой дедушка прошел войну, бабушка была узником малолетним, бежала из концлагеря. То есть у нас эта тема в семье красной линии. То есть я думаю, как и в любой белорусской семье, патриотизм, связанный с борьбой за себя, за свободу, за независимость, за свой народ, это как бы наше. А работа за границей, она показывает, что мы все здесь сонны. То есть когда я вижу, что... Ну, мы же говорим об острых проблемах, да? Когда я вижу, что, например, какой-нибудь государственный концерт готовится режиссерской постановочной группы из 15 человек. Да, при том, как я видел, как в Шанхае делается шоу Masked Singer, это вот аналог то, что сейчас в России маска, да, по-моему, называется. Это вот франшиза ихняя. Ну вот, когда я вижу там РПГ, там, 3-4 человека, но они все обвешаны расами, там, смарт-девайсами, и они все это контролируют, но в режиме, там, 24 часа в сутки. А когда, ну, наши некоторые, там, и певцы, там, и... Ну, вообще люди сидят и ждут, когда им что-то сделают. У меня был в Китае один случай, я о нем, наверное, уже всем уши прожужжал, но это было так показательно. В Пекине, вот, со мной случай был, я был продюсером в продюсерской компании, и наш генеральный продюсер меня вызывает, говорит, Женя, завтра приедет артист, надо его послушать, посмотреть, подписывать ли его, ну, контракт с ним или нет. Вот, и, окей, в 10 часов утра, в 10 часов утра, я прихожу, артист сидит, мы с ним попели, очень крутой артист, участник полуфинала Voice of Asia, это не то, что... В Лос-Азии, да? Да, там аудитория 3 миллиарда человек, Китай, Индонезия, Индия. Половина населения планеты, да, чуть меньше, да. Ну да, вот, и там человек дошел, ну, до полуфинала, то есть он, ну, он реально там в Пекине может собирать в кафешке, там, по 200-300 человек, ну, коммерчески, вот так вот. Ну, и он хочет большего, да, и вот я его послушал, ну, просто обалдел, вот, и я потом у него спрашиваю, слушай, а где ты живешь? Ну, он мне говорит, город, который на скоростном поезде 4 часа от Пекина, то есть это вот в радиусе 1000 километров от Пекина, это рабочий ареал вот тех, кто приезжает в Пекин работать, там, ну, инфраструктура позволяет, вот. Он говорит, не, я приехал с вечера, я у вас на парковке внизу дома ночевал. Понимаете, вот есть, как бы, такие вот вещи, которые, ну, производят впечатление, и потом, ну, по-другому смотришь на жизнь. Когда мы встречались, когда ты вернулся из Китая, что их больше, но они друг за друга стоят, что чего у нас нет, да? Вот у нас, вот я сейчас, я не буду называть, ну, учебное заведение студентов, приглашаю на наш концерт, поучаствую в качестве музыкантов, за деньги, за деньги, там, вот. И такое самомнение у людей, там, первый, второй, третий курс, как будто они уже состоявшиеся музыканты, то есть чего еще вообще не факт, то есть человек может окончить высшее учебное заведение и как музыкант не состояться. То есть перед вами явное подтверждение того, что композиторов, ну, готовят в экономическом университете. Ну, это я так в кавычках говорю, да, то есть как у тебя судьба сложится, это неизвестно. Тебя приглашают на топовый концерт в Беларуси за деньги, коммерческие. Это в эфире, там, одного из главных каналов страны, и люди крутят носом. То есть в Китае, я что заметил, ну, нету такого самомнения у людей. Ой, слушай, а у нас был стоматолог, он говорил то же самое о своих студентах, тоже они хотят сразу начинать с каких-то... Да, 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 вот, причем сразу коммерческий вопрос. То есть, ну, это же сфера творчества, я не знаю, как у врачей, вот, но... Вот то же самое. Нужно сначала заработать имя. В сфере творчества диплом не стоит ничего. Я не знаю, может, где-то есть такие знания, которые даются, и ты де-факто становишься профессионалом. Не знаю, может быть, есть такие отрасли, но у нас нужно заработать имя. Ты можешь не быть профессиональным музыкантом, но если ты, как Рихтер, да, пианист известный советский, он же получил высшее образование только после того, как стал мировой звездой. То есть, по настоянию, там, КПСС или я не знаю кого, вот, то есть, чтобы была корочка. Но если ты сделал себе имя, ты, ну, ты можешь предъявлять ценник, но когда ты уже на каком-то уровне, об этом уже не говорится, то есть, это уже и так понятно, и, ну, а здесь прямо так все в штыки. Там, ребята, срочно скиньте там списки на проход вот во дворе с республики. Два человека ударилось. Грубо попросил. Там, ну, я серьезно говорю, ну, это, ну, просто детский сад, понимаете? И вот то, что мне не понравилось в Китае, и то, над чем я понял, я должен работать, это вот утрированное личное пространство белорусов. То есть, вот, мужчина, типа, вы меня там это, вы меня тронули, там, женщина, не толкайтесь, да? Ну, просто двери не закрываются. Вот живут коммуны просто, да? То есть, выходишь на улицу и сразу попадаешь в, ну, в такую некомфортную атмосферу, что вокруг тебя всегда, везде много-много людей. А к этому можно привыкать? Да, да, привыкаю. Слушай, ну, вот когда мы начали обсуждать, что спрос и предложение, англоязычные песни здесь не очень-то слушают, это нам говорила Алена Ланская. Давайте послушаем. Недавно была в гостях. Англоязычные были поклонники. У нас немножко, наш рынок, он немножко другой. У нас не работают англоязычные песни в живой массе людей, потому что когда я выпускала тогда после Евровидения альбом «Салео», и там были полностью англоязычные песни, записанные в студии «Эбби Роуд». Это вообще одна из самых лучших европейских студий. То у нас не особо это сыграло роль. В общем, не подпевают, согласен ты? Да. Вот правда? Слушай, ну люди же ходят на концерт Элтона Джона, там, Пласида Доминго. Вот я заметил такую вещь, что белорусы, которые любят иностранную англоязычную музыку, ну, не только англоязычную, да, они органически как бы отрицают право белорусов подражать своим звездам. Понимаешь? То есть если вдруг бы в Беларуси возник, ну, я фантазирую, да, фолк-группа с оригинальнейшим звучанием, поющая на английском языке, у которой нет аналога в мире, возможно, такое при, ну, определенной там стратегии можно было бы вывести, но когда белорус, выросший там на Элтоне Джоне, на Стинге, да, слышит что-то похожее в исполнении белоруса, у него какое-то органическое невосприятие, он не дает права своему соплеменнику, да, соотечественнику подражать тому, что для него вот является светочем вот этой вот мировой культуры. Это вот то, о чем я говорю, вот еще раз возвращаясь к Голливуду. То есть вот есть какое-то такое восприятие, что вот все, что там, это пху, это вау, это бомба. А все, что здесь, ну, во многом люди правы, потому что во многом, ну, подражание, ну, очевидно. И это, ну, это им не было свойственно, это свойственно всем авторам, которые вот выросли там. Слушай, ну, у нас вообще вот вся эта история от 70-х, как вот мама твоя работала в музыке, да, она, ну, я не знаю, может, только Цой самобытен как-то. Ну, Цой поэт, как и Высоцкий, понимаешь? Ну, да. Я не могу рассматривать Цой как... А музыкальные рок-коллективы, так точно все страдали подражательством, вторичностью. Да, я никогда не был поклонником ни Высоцкого, ни Цоя, но вот сейчас, ну, слушая слова, ну, это просто космос, понимаешь? То есть так сложить уже миллион раз сложенные слова русского языка в такие новые смысловые сентенции, да, что, ну, думаешь, да ничего себе, вот как так? И, ну, парень же тоже, ну, насколько я понимаю, не был профессиональным литератором. То есть это вот как-то, ну, связь какая-то с космосом. Давай послушаем главную песню года. Субтитры сделал DimaTorzok Миллион уже за миллион просмотров на скромном канале группы Аура, где не было, ты сам говорил, более 30 тысяч, да, где-то? Нет, нет, там у нас есть песня одна, молдовская певица Нелли Чабану, там, ну, тоже феноменально, там уже больше 4 миллионов просмотров. Да? А я, извини, не знала. Ну, вот скажи, ты хоть сам осознаешь, что вошел в историю с этой... Нет. Нет? Ты так не считаешь? Нет, я считаю, что, ну, я скажу честно, грубо, меня за это поругают, я уже много где высказывал, то есть менталитет, белорусский менталитет, к сожалению, сделал эту песню такой популярной из-за двух факторов. Первый – это участие российских исполнителей, второй – это протестное настроение. То есть та группа людей, преданных, которые слушают эту песню с удовольствием, вот она бы не сделала миллион просмотров, к сожалению. Я понимаю, что ты это говоришь сейчас, ну, по следам того, что происходит, но ты просто посмотри в перспективе, как вот на песню, о которой ты говорил только что, Саймон и Гарфенкел, да, то есть они писали на «Смерть Кеннеди» или еще, там, ну, много же, понимаешь, так в истории вообще человечества песен, которые на рубеже... Наверное, если кто-то осознает свое великое место в истории, наверное, у этого человека какие-то проблемы с психикой. Я вот сейчас, ты подвела к этому, я вот начал в эту часть своего мозга залазить и понял, что там все сложно, не надо туда залазить. Ну, это время покажет. Хорошо, ну, ты здоров, значит. Ну, надеюсь, надеюсь, что пока да. Что такое известное в целом мире песня «Протест зомби» была написана группой «Кренберес» в 1993 году в ответ на взрыв, который унес жизни двух детей в городе Ворингтон британском. Серьезные травмы также получили множество людей во время этого акта. И солистка Долорес, она не могла не откликнуться на это событие, написала песню. И после того, как релиз вышел, вроде бы военные действия прекратились. Но это пример того, как песня может повлиять даже на ход политических событий, по-моему. А мы ненадолго прервемся и спустя небольшую паузу вернемся в эту студию и продолжим разговор. Напоминаю, у нас есть телеграм-канал «Скажи, не молчи». Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии и предлагайте гостей, которых вы хотели бы видеть в нашей студии. Вот сейчас вот хотел вернуться, но из-за того, что начали готовить концерт в Дворце Республики... А как так получилось, что ты не водитель? Ну, в жизни такая артистная наша колеса. Права-то с 18 лет. Ну, вот как-то получилось. Может, ты боишься? Нет. Я водил в детстве, когда дедушка разрешал. Мне это очень нравилось. Тем более, у меня дедушка такой автомеханик со стажем. Он был главным механиком западной группы войск в Германии. То есть там вообще легенда. То есть не до того просто, да? Ну, не до того, да. Мне снится, что я вожу иногда. В эфире программа «Скажи, не молчи». Наш гость-композитор, аранжировщик, продюсер, лидер группы «Аура» Евгений Олейник. Ю-ху! Аплодисменты. Жень, завтра концерт во Дворце Республики группы «Аура». Все билеты проданы? Да. Что? Правда? Билеты проданы еще неделю назад. Ну, ты уже немножечко начал говорить о секретах. Я слышала Юлю, она говорила о том, что вы зовете известных исполнителей. Я для начала хотел бы такой-то благодарственный блог. Мы очень благодарны тем, кто с нами работает. Очень благодарны профсоюзам, которые включились в эту работу. Михаил Сергеевич, спасибо огромное. На самом деле комфортно так все пройдет. Люди, которые купили билеты не из Минска, там есть добрые люди, Леночка Голубева, сидели неделями на телефонах, организовали людям транспорт. Ну, то есть все будет классно. То есть люди будут довольны, приедут, посмотрят, потому что мы точно знаем, что география наших поклонников лежит не столько в Минске, сколько в регионах, потому что Минск традиционно более оппозиционно настроенный город, хотя очень много билетов куплено и из Минска. Вот те, кто не из Минска, получат колоссальное удовольствие, приедут, насладятся. Ну, будет здорово. А насчет гостей, да, у нас будет очень много гостей. В силу того, что у нас грядут мартовские праздники, мы решили, чтобы не обидеть всех артистов, которых мы по-любому бы не включили в юбилейный концерт по времени. Мы пригласили только мужчин наших замечательных, вот это Володя Громов, это Александр Солодуха, это Руслан Алихнов, Анатолий Иванович Ермоленко, который очень оригинально появится у нас в концерте. Не говори, что я здесь кошара, на большом воздушном шаре. Да, как бы разные были только что ремарки, но я понял обе, да. То есть будет очень здорово. Мы, как всегда, все играем живьем, не в смысле вот поем живьем, а у нас большой коллектив, почти 40 человек, музыкантов. А хочется у тебя антимайданного настроения или любовного на концерте? Ну, оно по-любому будет антимайданное, то есть я отдаю себе отчет, что люди, которые придут, захотят проявить свою гражданскую позицию. Я предвкушаю, это море флагов, мне это очень нравится. А допускаете мысль, что кто-то из оппозиционно настроенных придет и захочет устроить какую-то товару? Допускаю. А как будете справляться уже? Да я думаю, они после первой песни поймут, что не стоит. Хочется еще один трек вспомнить. Хочется один трек вспомнить. Я люблю, и я буду справляться в моем уме. И я буду видеть, что я буду вновь, и я буду каждый день дать всю свою любовь. Я когда тебе говорю о том, что ты свои песни отложи, подожди, чтобы время прошло, и они отстоятся и станут знаменитыми еще раз по второму кругу, я имею в виду эту песню тоже, в том числе, потому что бываю на Евровидении на самом. И каждый раз, когда я возвращаюсь из пресс-центра домой и сажусь в автобус с делегацией, кто бы со мной не знакомился с журналистов заново, они когда узнают, что я из Беларуси, они говорят, I love Беларусь. Там была интересная история, там просто воспоминания нахлынули. Там вот наша Ледочка Кос, это вокальный коуч всего коллектива, она на цимбалах играла. Ну, это дело вид, она вокалистка очень крепкая. И там флеймы, но флеймы очень дорогие, выстрелы огня, и репетировали без флеймов. И было видно, что вот цимбала и ее место на сцене ближе всего к флеймам. Я помню, первый эфир был уже, по-моему, репетиция полуфинала, ну тоже с жюри там, это уже как бы рейтинговый эфир, вот его нет в эфире, но за него выставляют оценки. И я помню, первый раз включили эти флеймы, Люташа отпрыгнула, потому что у нее на пальцах подгорело все. Но это было очень так, ну пеканно, вот и там на I love Беларусь как раз они выстреливают. Но ты написал недавно, даже в 2011 году, когда мы ездили с Винниковой, с нашей I love Беларусь, у нас у въезда на стадион каждый день ждала группа БЧБшников. Я боюсь представить, как всех клемонет, если Аура реально поедет в этом году. Расскажи, что это за история, я не знала, что вас где-то поджидали. Да, да, ну они были безобидные, стояли там в лошкам и махали. То есть они махали против вас, как бы? Ну как, тогда же нужно тоже вспомнить политический контекст этого времени. То есть это было через месяц после терактов в метро. Вот, и опять же, все умные люди во всем обвинили власти, лично президента. Вот, и конечно, как всегда, кровавый режим и все такое, это все было очень, ну... Мне очень понравилось слово «прыжим». Недавно прочитала «кровавый режим». Ой, ну... Честно говоря, вот обидное Погонялова у той стороны получается выдумывать лучше, чем у нас. Вот все равно ты сказала, и как-то это, ну... Обидно? Не, не, не очень вот. А вот они придумывают такие вот обидные вещи. Вот у них креатив на такие вот болезненные штучки работает лучше, чем у нас. В инференциях было очень много вопросов политических. Ну, Настя студентка, тогда была студентка лингвистического университета, она очень... все... У нее язык был подвешен очень, очень хороший. А вы продолжаете общаться с Настей? Ну, как, если встречаемся где-то, конечно, обнимаемся. Приятные воспоминания у меня, по крайней мере. По выступлениям Юлии, вот можно заметить о том, что она... Ну, говорит, что она уже всех простила так, по-христиански, да, что все забыли, нет никаких обид. Пускай, мол, живут как умеют. А вот вы на вопрос о всепрощении, так скажем, пока отвечаете, ну, все-таки немножко уклончиво, сложно все. Не отпускает ситуация? Ну, нет, ситуация отпустила давно. И я бы даже не сказал, что эта ситуация вынесла на повестку дня какие-то вот новые обиды. Если кто-то был всегда настроен против власти, при этом вел себя, ну, цивилизованно, даже музыканты какие-то оппозиционные, с которыми я очень много работал, да, ну, мы просто этих тем никогда не касались, да. С тем же Вольским, да, или с Сергеем Михалком, с которыми мы там в 2000-е годы там креативили, делали какие-то там электронные, я им помогал, ремиксы, да, там. Ну, люди никогда себя, ну, говоря так уже грубо, не подставляли тем, что они вот днем кушали из государственного вот этого вот, из кормушки, да, которое вот многим дало все, да, а вечером все это дело уничтожали там своим творчеством. Они всегда были так настроены, и я допускаю эту точку зрения у людей. Но люди, которые, во-первых, ну, плохо себя ведут по отношению к другим людям, оскорбляя их, унижая, да, это для меня просто недопустимо. А с другой стороны, ну, ну, есть не очевидные вещи, да, а есть очевидные вещи. Когда ты с утра говоришь, вот, сидя вот даже в этой студии, простите, что Беларусь супер, а вечером ходишь, махаешь флажками, тебя догонит бумеранг, во-первых, кого, скажи ты вслух, ну, вот эту фамилию произнеси, и скажи, вот, обратясь в камеру, так нет же, боятся, может, кому-то там вернутся, там, ну, то есть, вот это мне не нравится. То есть открытых таких у тебя единомышленников среди артистов вот нету? Не можешь сказать, что есть на кого опереть? Ну, у меня более чем достаточно единомышленников в виде моей супруги, вот, и мы как-то перевариваем все внутри себя, вот, мы, когда писали песню «Любимую не отдают», мы разослали многим артистам, и, кстати, в разные страны, и не только белорусам и россиянам, но откликнулся тот, кто откликнулся. И говоря о единомышленниках, я, ну, могу сказать, что мы никого не заставляли, мы никого не принуждали, как там пишут, там, деньги какие-то платили, говорят, что полтора миллиарда, которые вот Россия выделила Беларусь и ушли все на эту песню. Я бы вот, если честно, вот обращаясь в камеру, в какую мне камеру сказать? Люди, если кто-то распределял деньги вот эти полтора миллиарда, знайте, до нас ничего не дошло, если можно, пожалуйста, ну, хоть-хоть чуточку от этих полтора миллиардов, потому что все снято за свои деньги, вот, оплачено как бы из семейного бюджета нашего с Юли. Вот. То есть артисты, которые согласились, вот, ну, вот, сама думаю, они наши единомышленники или нет? Наверное, да. Наверное, да. Скажи, ты бы предлагал как делегат ВНС цифровать окружение, да? Какие еще идеи? Ну, вот, мне кажется, эта идея не очень хорошая. Знаешь, почему? Потому что сейчас я готова с тобой согласиться, что множить энтропию и вообще вот эту вот цифровую, знаешь, фейкометство, вот это, оно себе дороже. Надо какие-то другие идеи. Но ты говоришь в то же время, что, ну, все сонные и активности еще нету с нашей стороны и так далее. Но ты же творческий человек. Как ты видишь, как мы будем просыпаться, как мы будем противостоять-то этому? Ну, надо ли, во-первых, менять вот этот генетический национальный код, вот этот вот толерантный, да? То есть, ну, как мне кажется, у любой медали есть, ну, не две, а несколько сторон, да? То есть я, как творческий человек, могу констатировать, что белорусы, в принципе, не рождают столько ярких звезд музыкальных, как Украина, именно потому, что мы гиперспокойные. Где-то зашуганные, ну, в плане того, вот это вот шляхтецкое воспитание, чш-чш-чш-чш, не кричи, не кричи, не кричи, не кричи. Хуторское еще, я его назвала. Да, вот, да, вот, есть исторические моменты, когда туда-сюда войны ходили, конечно, оккупационные власти в первую очередь, ну, лишали жизни самых активных, самых ярких людей. То есть очень много вещей, которые, ну, я просто наблюдаю за этим и всегда пытаюсь себе объяснить, почему вот, ну, белорус на сцене всегда отличается, там, от украинца, россиянина, тем более уже южных стран, там, Армения, Азербайджан, Грузия, да? То есть там огонь просто полыхает, здесь так все очень спокойно, там, платье в пол, все такое. Стоит ли от этого уходить? Наверное, все-таки, но это фишка какая-то. И не получится. Не получится, да. Искусственно, вот, а насчет оцифровать, может, я неправильно выразился. То есть мне хотелось бы, чтобы вот все делегаты ВНС, которых там было 2,5 тысячи и даже чуть-чуть больше, просто свое окружение приучили, ну, пользоваться мессенджерами, пользоваться сетями, читать все, анализировать и выкладывать свою точку зрения. Потому что, ну, вот эта вот критическая масса точки зрения, она все равно имеет значение в сети, да? Когда ты видишь, что там у поста там 100 или 1000 или там 2000 лайков, это как бы влияет на человека эмоционально. То есть уже вот пройден тот этап, когда, ну, люди прислушиваются к какому-то авторитету. Авторитетом уже становится количество лайков и просмотров, да? То есть я только это имел в виду, потому что, ну, вот я... В основном люди, конечно, отмалчиваются. Вот. Ну, и может, это и хорошо, понимаешь? Потому что та же самая Украина показала, что вот эта многопартийность, вот теперь я уже передаю привет Олегу Сергеевичу Гайдукевичу, вот, апологету многопартийности. То есть мне кажется, что это не наш путь. Но это мое личное мнение. Я вообще ни разу не политик и вообще не... Ну, я просто сравниваю вот свою историческую родину, откуда мои предки Украина, и ту страну, которая вот меня родила, Беларусь, да? Там это превратилось в шоу. Вот. И это их. Там это имеет свой смысл, но для народа это как бы, ну, как мне вот, ну, ребята говорят, уже устали многие, да? Вот. Ну, мне кажется, менять ничего не получится кардинально. Мне кажется, вот есть какие-то свои пути, которые вот наш президент, как человек вот, ну, от земли, да, он рассмотрел, да? То есть я не могу сказать, что он, ну, вот, создал что-то новое из Беларуси. Мне кажется, он как раз рассмотрел в людях то, что вот, ну, есть. Понимаешь? И вот сейчас даже, когда Юля была доверенным лицом Лукашенко на выборах, мы ездили по встречам, и такие, ну, вопросы бывали. Типа, скажите, пожалуйста, а почему государство не может назначать на руководящие должности нормальных людей? Понимаешь? И вот такой вопрос, вот ответь на него, да? Вот почему? То есть людям же не скажешь, что все, кого назначили, это же, ну, белорусы. Их там перетусовали уже сто раз, и, в принципе, ну, кто хотел, кто мог, уже на всех руководящих должностях побывал. Ну, давайте вот всех уберем и из Марса заселим сюда каких-то других инопланетян. То есть есть вот, ну, момент, то, что, ну, имеем, что имеем. И в музыке я с этим уже смирился, да? То есть я понимаю, что у меня группа не будет никогда основана на суперфееричных там танцах, да? Потому что, ну, это, ну, не то. У меня в группе есть цимбалы, у меня в группе есть там духовые какие-то народные, да? То есть есть какие-то вещи, которые вот со временем только замечаешь и ценишь. И вот мне кажется, вот этот вот провал между людьми, живущими в реальном мире и людьми, живущими в сетях, в принципе, и посел это недопонимание. То есть люди просто не понимают, что президент там, проживший всю жизнь там в деревне, да, понимает проблемы людей, ну, в другом измерении, да? То есть покушать, чтобы было безопасно, чтобы было на чем, ну, по чем ездить, на чем ездить, да? Вот. А когда у тебя это все есть там по рождению, да, и у тебя там хочется там то, чего тебе Голливуд навязывает, да? Там типа, а давайте, чтобы у нас было вот так, как там, или там, а у нас будет так, как у нас. Вот мне кажется, вот в этом дело. Клево закольцевал, я считаю, исчерпывающе. Жень, спасибо большое, что откликнулся на приглашение. Спасибо. Пришел к нам в гости. Спасибо. Мы, Татьяна Щербина и Виктория Попова, с вами прощаемся до следующего выпуска. А финальное слово за гостем, говорит Евгений Олейник. Друзья, имеем, что имеем. Мы сами все это создали. Я говорю про свою сферу, про культуру, да? То есть нельзя ни на кого пенять, почему в Беларуси нет шоу-бизнеса. Точно так же ни один там политик не может пенять, почему в Беларуси нет политической системы. Ни один бизнесмен не может пенять, почему в Беларуси не развит бизнес. Мы сами все это создавали. И мне кажется, нет никаких преград для того, чтобы делать лучше хотя бы на своем участке. Мы будем очень стараться 5 марта завтра показать музыкальное шоу хорошего уровня с нашим национальным белорусским колоритом. Это наш вклад в то, как мы видим, как можно сделать лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова